Не, не так. После стольких лет бесконечного скитания по пещерам, туннелям, болотам с утопцами, полыми, кострами и средневековщиной, я так захотела простого человеческого баблишка, крутую тачку, пляжи и океаны, эти высокие пальмы и просто как следует кайфануть. И я кайфанула. GTA 5 я не прошла до конца пару лет назад и начала сначала и, о боже, ну насколько же это прекрасно. GTA 5 я не прошла до конца пару лет назад и, о боже, ну насколько же это прекрасно. Понимаете, для человека, который не видел моря и пальм больше десяти лет, такие игры как GTA это божья благодать. Почувствовать себя хозяином этого мира со всеми его вытекающими и кайфануть. Грабеж сведь бела дня, семейные ссоры, социопаты, ниггеры, пушки, тачки, девки и все это только для меня. И весь этот мир только для меня. Сюжетная линия оказалась крайне душноватой в середине и только ближе к концу завершилась так, как я хотела. Но, к сожалению, убийство Тревора пришлось переигрывать, так как я собираюсь куда идти? Правильно, на платину. А для этого нужно, чтобы все три друга были живы, дабы полностью завершить их историю. И вот вы знаете, я даже не знаю, что мне понравилось больше. Представь, ты проснулся в своем пентхаусе, заварил чашечку кофе, сел в свою невероятно дорогую и крутую тачку и едешь по городу с мыслью Доброе утро, мир! Всем любви, всем добра! Приезжаешь на пляжик и чилишь. Это ли не жизнь мечты? Это она и это только один из вариантов, как можно прожигать жизнь в GTA. История повествует нам о трех героях, благодаря которым мы можем выполнять дополнительные задания, меняя персонажей прямо в процессе. Самый адекватный это, конечно же, Франклин. Самый классный это Майкл. А социопат у нас Тревор. И вот между этими уважаемыми джентльменами то и дело всплывают какие-то дрязги. Однако, они все равно помогают друг другу и в конце только вам решать, кого убить, а кого оставить в живых. GTA 5 во мне вызывает смешанные чувства. С одной стороны, да, я обожаю ее, потому что она дает мне те эмоции, которые я не могу испытать в реальности. Пока что. Однако, есть квесты, которые проходить без омерзения невозможно. Конечно же, я говорю о Треворе, который с самого начала вызвал дикую тошноту и отвращение. Но, благодаря Майклу, это все нивелируется. Учитывая, что это рок-стар, то, конечно же, здесь было много поворотов в истории. Но, что меня больше всего поражает, так это то, что GTA 5 вышла 17 сентября в 2013 году. И до сих пор это самый лучший игровой городской мир. До сих пор, дорогие мои, я не преувеличиваю. Несмотря на то, что зайти можно далеко не в каждую дверь, и это и не нужно. Мы получаем столько возможностей для полноценной игры, начиная от банального похода за шмотками в магазин и заканчивая вождением абсолютно любого транспортного средства. Брыжки с парашютом на квадроцикле, гонки, велосипедные марафоны и все, что угодно. От первого лица мы играем или нет, мы можем делать здесь все, что захотим. Это прекрасно, именно поэтому до сих пор никто не смог переплюнуть GTA 5. И единственный проект, который это сделает, будет GTA 6 в следующем году. Так сказать, задали путь и только студия по нему и следует. Я поражаюсь, насколько же это кропотливая работа и долгая, и в итоге получается невероятный шедевр. Чего стоит только RDR 2, наша с вами любимая и невероятная. Больше всего мне нравилось играть за Франклина и гонять по городу, чилить и получать удовольствие в стрип-клубе. А за Майкла были самые мои любимые ответвления сюжета по типу семейной психотерапии, которая проходила просто отвратительно их семейных постоянных разборок. Именно Майкл мне понравился больше всего. Тревор вызывал во мне настоящий ужас, и ни одна квестовая линия мне не понравилась. Она была напитана злобой и бессмыслицей, постоянной болтовнью ни о чем, и никакой логики там не было. Сострадания я к нему не испытываю никакого, и тем более я грохнула его в конце игры. О нем и остальных персонажах я рассказываю каждую субботу в рубрике «Анализы персонажей». Признаю, что в GTA 5 дополнительные квесты куда интереснее, чем в RDR 2, и гораздо динамичнее, чего стоит только психологическая помощь Майклу, которая на деле, конечно же, работает по-другому. И если бы я не ходила к психологу, а увидела такой процесс в GTA, я бы никогда в жизни не пошла на собственную психотерапию, так как то, что представлено в игре, абсолютно не соответствует реальности. Я уже молчу о том, что мне написали два абсолютно разных вывода, основываясь лишь на разных концовок, и это ухохочешься. С такими психологами ни один врач не нужен, и заканчивается квест прекрасно, если убить психолога. Помимо гору самопознания, мне дико зашел квест Доминика с Франклином, и особенно именно первое задание. Когда ты прыгаешь с парашюта на гору, а оттуда катишься на великах, и когда ты делаешь это впервые, то дух нереально захватывает. Вот именно в такие моменты я понимаю всю прелесть GTA V. Не только в машинах, а также в экстремальных видах спорта. Парадокс заключается в том, что в случае с RDR 2 и GTA V я не могу отлипнуть от игры ни на день. Мне постоянно хочется туда возвращаться из-за потрясающей природы в RDR 2, из-за классных тачек и квестов в GTA V. И это невероятно. Самосюжетная линия построена довольно интересно. И когда ты подросток, то встанешь на одну сторону, а когда уже перешел свой гормональный бум, то, конечно же, ты выбираешь не особо популярную. Однако наилучшую позицию. В случае с Rockstar они не умеют делать хорошо только что-то одно. Они умеют делать все идеально. И мир, и сюжеты персонажей, которых можно менять в процессе игры, и детали в интерьере, и транспорт. Но вот что мне точно не понравилось, так это... Блядь, Майкл, уходи отсюда. Я плачу этому мудаку 150 баксов в час, чтобы он трахал мою жену на моей же кровати. Майкл, уйди. О, прости, братан. Она сказала, у вас договоренность. Сейчас у меня с тобой будет договоренность. И устроите ебаные похороны. Мне правда жаль, мужик. Я уеду, обещаю. Ты труп, блядь, труп. Иди сюда. Блядь, Аманна. Эй, ты, хватит. Чё, как, чувак? Уйди с дороги. Майкл, успокойся. Да что за хуйня происходит? Ничего не происходит, он просто всё неправильно понял. Она трахалась с этим хером в моей кровати. Да ты мне гонишь. Да всё не так. Ты со мной? Блядь, конечно, с тобой. Давай догоним этого мудина. Не, убивай его. Слушайте, ну это какая-то дичь. Я такого не ожидала после адекватных женщин в РДР-2. Но в данном случае адекватные женщины появились после ГТА-5. Почему они такие конченые и мерзкие? Я не имею ни малейшего представления. Единственная женщина, которая мне понравилась, это Таниша. И то её говор, афро-американский, мне тоже не зашёл. В общем, в моём случае только стрипсизёрши оказались хорошими женщинами. А всё остальное это просто орущий склад. А такое я не люблю. Единственный ор, который я могу оправдать, это квест с Тревором, когда он припёрся в абсолютно чужую квартиру. Вот тут да, я бы только не орала, аккуратно голову отстрелила, пока он не видит. В остальных же случаях это какой-то ужас в ночи. Если же рассматривать концовки и выбирать для себя самую лучшую, то, конечно же, я выбираю убийство Тревора. О нём я делала ролик в субботу. Подсказка в описании. Как бы кому не было жалко, однако мне не жалко ни капельки его. И социопатическое расстройство личности, к сожалению, вылечить невозможно. Так как я иду на платину, то пришлось выполнять все концовки и убийство Майкла. Для меня было ужасно, так как я его обожаю. Франклин, конечно же, самый адекватный из них. И очень здорово, что именно ему по сюжету дали выбор, кого грохнуть. Но выбор очевиден, хотя многие оставляют в живых всех. Так как Америка объединяет в себя огромное количество культур, и именно у Рокстар получается идеально передать манеру каждой из них, то наблюдать за речью угольков крайне интересно. Сразу чувствуешь себя гэнгстом. Только таким, знаете, домашним гэнгстом, которому ничего не угрожает. Это, знаете ли, огромный плюс. Помимо всей этой расовой истории, конечно же, для меня самые любимые квесты были с Майклом вообще вот всё. Потому что тебе тут и семейные дрязги, и йога, и психотерапия, и кино. И по сути, Майкл всё-таки по всем критериям выходит на первые планы. Я не могу сказать, что все герои стоят вровень. Нет, Тревор вообще появляется чуть ли не посередине. А у Франклина слишком гладкие и нежные квесты. Но вот Майкл, Майкл это самое интересное в GTA 5, в отличие от Тревора. У которого квесты самые жестокие и ничем не примечательные, кроме пару минут с мамой. Я сама люблю жестокость в играх, однако для меня она должна быть аргументирована или хотя бы понятна. А здесь это просто социопатия и не более. Конечно же, я не могу не упомянуть этот потрясающий вид из дома Франклина. Это моя мечта. Вот так жить в тишине, в покое, дорого, богато и собирать автопарк. Боже, ребята, сколько же я нашла классных машин, вы себе даже не представляете. Не все они почему-то оставались в гараже или на участке. Однако моя гордость это машина Франклина. Я её обожаю. Я считаю, что Франклин должен гонять на низких машинах, желательно спортивных. А вот Майклу идеально подойдёт огромный внедорожник. Ну а Тревору пусть останется его помойка, которую я немного подредачила. Не все задания я ещё прошла, так как их очень много. Но я успела закрыть 32 квеста на золото. Почти выкупила всю недвижку и выполнила случайные события. Гольф-клуб, конечно, жутко дорогой, но я справлюсь со временем. Очень хочу выполнить задания культистов, и благо оно тоже на платину, поэтому работы ещё очень и очень много. GTA 5 дарит неповторимые эмоции, хотя обходила её все эти года стороной, из-за как раз-таки цивилизации. Потому что больше всего люблю фэнтези. Но как же мне поднадоела вся эта история. И теперь я в своей любимой машинке разъезжаю по городу и слушаю реальные популярные песни. Какой же это был восторг услышать их в игре. Те самые, которые я так сильно люблю. Больше всего я слушаю Rebel Radio, Non-Stop Pop, Rock Radio и Space. Они мои любимчики. Сколько же было открыто тайн за всё существование GTA. Сколько было теорий, заговоров. И сколько же открытий предстоит сделать в GTA 6, которая выйдет уже в следующем году. Однозначно люблю, обожаю и тащусь от пятой части. Теперь она моя самая любимая.